Привет, Библия! Тема, четвертая история о Данииле, текст, книга пророка Даниила, 6 глава, 10 стих. Вавилон был разрушен Персией, и персидский царь Дарий управлял страной. Он назначил 120 сатрапов по всему царству, а над ними трех правителей. Одним из этих правителей был Даниил. Царь доверял Даниилу, который хорошо выполнял приказы его, справлялся совсем хорошо и был мудр. И он хотел поставить Даниила над всем царством, а два других правителя завидовали Даниилу и искали к чему бы придраться. Но они не могли его ни в чем уличить. Они поняли, что не могут найти вины в Данииле, поэтому они попытались обвинить его под предлогом его веры в Бога. Они знали, что Даниил молится у себя дома три раза в день. Даниил преклонял колени, молился и славил Бога. Они пошли к царю Дарию и сказали, «Царь Дарий, вовеки живи! Если кто-нибудь в течение тридцати дней обратится с мольбой к Богу или к человеку, кроме тебя, то брось его в яму на съедение львам и сдай такой указ, непреложный указ, нерушимый закон медян и персов». Царь недолго думал и согласился с ними. Даниил узнал о новом приказе, созданном царем, и что с ним будет, если он нарушит закон. Но Даниил молился Богу трижды в день, как это делал прежде того. После пленения он продолжал трижды в день молиться в горнице его, в сторону Иерусалима. Люди, завидовавшие Даниилу, увидели, что он молится, и донесли на него царю. Царь был в отчаянии. Он сожалел об изданном указе и переживал о том, что Даниил умрет. Но он не мог отменить изданный народу указ. Люди, завидовавшие Даниилу, требовали бросить Даниила в яму ко львам, говоря, что царь должен соблюдать закон, изданный царем. В конце концов царь приказал бросить Даниила в яму ко львам и сказал Даниилу, «Да спасет тебя Бог твой, которому ты непрестанно служишь». В ту ночь царь опечаленный лег спать без ужина, но сон ушел от него. На другой день он встал на рассвете, поспешил к яме со львами и сказал, «Сумел ли Бог спасти тебя ото львов?» Тогда Даниил ответил, «Бог послал ангела, тот закрыл львам пасть. Бог спас меня, потому что я ни в чем не виноват перед Богом и царем». После этого события царь всем людям провозгласил, «Все люди должны бояться Бога, которому служит Даниил, и служить ему». Дорогие дети, закон создан для всех, однако иногда те, кто имел власть, принимали закон ради своей выгоды, подобно закону, установленному людьми, которые завидовали Даниилу. Действительно, правила, установленные царем Пельсии, были очень могущественными и страшными. Но Бог спас Даниила, который сохранил свои принципы, чтобы сохранить веру в него. Время молитвы, которые Даниил установил перед Богом, было самым важным принципом, который никто не мог изменить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова